Семейный подряд В роли жены Виктория Орти, а в роли мужа обычно и дома и в студии Илья Войтовецкий. Как вы видите, сегодня Илья Войтовецкий в единственном числе, это не потому что семейный подряд распался, а потому что Вика просто-напросто больна гриппом. Надеюсь, что следующая передача будет с ней. Давайте все вместе пожелаем ей выздоровления, я думаю, что это поможет. Мы с нашим гостем, о котором я сейчас скажу, решили использовать отсутствие жены и принесли с собой вот такой аксессуар. И проведем нашу встречу с доктором. Можно назвать тебя доктором? Можно назвать доктором. Да, с доктором. Я думаю, что люди, которые слышат твои выступления в залах, не знают, что ты доктор. Знают, что ты бард, что ты поэт, что ты композитор, что ты исполнитель собственных песен. Михаил Волков у нас в гостях. В роли гостя. Если уж мы в залах сегодня, то в роли гостя. В роли гостя у нас сегодня Михаил Волков. И сегодня, когда мы беседовали, оказалось, что он ко всему еще и доктор. Каких наук, Миша? Технических. Каких технических? Там не уточняется. Технических и все. Нет, там не уточняется, а тут ты можешь уточнить. Скажем так, я занимался компьютерным моделированием процессов строительства. Строительства чего? Ну, в данном случае, железных дорог было. Ты закончил железнодорожный институт, да? Да, закончил МИИД. И когда мы с моим другом, значит, с разницей в год защищали диссертацию, вот сначала он защитился, потом я. Потом я им сказал, что есть два способа из кандидата стать доктором. Один сложный, второй простой. Сложный, это надо писать докторскую, защищать ее. А простой, это уехать, например, в Израиль. И стать доктором, да, конечно. И так ты здесь доктор наук. Да, я стал доктором таким способом, а он, надо сказать, тоже, правда, с большим опозданием, сейчас он в Канаде. Тоже доктор. Да. Каким образом доктор наук стал бардом? Кстати, доктор наук бардом не становился. Становился кандидат наук и, скорее, наоборот. Автор песен стал кандидатом наук. То есть ты автором песен был еще там, не только? Ты сюда приехал уже? Песни я писал до диссертации. Что раньше было? Песни, то есть тексты или музыка? Курица или яйцо. В начале была музыка, потому что я просто начинал с того, что я писал на чужие стихи. И исполнял? Да. Да. У тебя... Не стеснялся, прямо скажем. Не всегда стеснялся исполнять то, что я написал. Сейчас бы стеснялся? Нет. До сих пор я считаю, что там пара песен с тех, что я написал. Тогда я писал, кстати, для фортепиано. Вот. Лучше, наверное, музыка из всего, что я сочинил. До сих пор. Хотя у тебя есть записи музыки без слов. Да, это просто такие вот компиляции из моих песен в аранжировке делал, чисто музыкальные. У тебя музыкальное образование. Вообще, семья у тебя музыкальная. Расскажи немножко о семье. Папа музыковед. Сейчас он профессор педагогического института. Бывший Ленинский педагогический институт. Сейчас это педагогический университет московский. Вот. Ну, этого достаточно. Да, но есть еще и дядя, и свой родный брат. Да, дядя живет в Израиле. Он профессор... Он был... Пока не вышел на пенсию, он был главой факультета... По-моему, это фортепианное отделение Тель-Авивской академии музыки. Это при Тель-Авивском университете. То есть, фортепиано-факультет. Вот. Ну, в общем, это та еще семейка, я должен сказать, с абсолютным слухом и прочее. Да. И еврейского мальчика повели в музыкальную школу, и... Ну, мальчик плакал, естественно. Мальчик хотел заниматься совершенно другими вещами. Но он отучился 8 лет, как проклятый. Вот. Потом с большим облегчением бросил. А через несколько лет вдруг с ужасом понял, что опять потянул. Раньше учился и не тянуло, а потом потянуло. А потом не учился и потянуло. Замечательно. Ну что, давай мы пригубим и перейдем... То есть, ты нашел повод, да? Ну, хорошо. Как у Маршака. То есть, у Роберта Бернса в изложении Маршака. Приличные люди поговорят-поговорят, потом возьмут, да и выпьют. Закусывай шоколадками. Спасибо. Да. Чтоб что не случилось, да? Ну да, чтоб не перепить. В общем-то, мы с тобой ведь и познакомились за стаканом, за рюмкой чая, да? Ты хочешь, чтобы я сквозь шоколад отвечал? Я могу. Я знаю, что ты можешь. Да. Это была достаточно большая рюбка довольно крепкого чая. И не одна. И слава богу, что это было. Миш, так вот, ты начал с того, что ты писал музыку. Когда появились собственные тексты? Как они появились? Собственные тексты появились от боязни вандализма. Это было в армии. Я, значит, через год после окончания института меня прихватили в армию. Из института ты учился в Москве? Да. И в музыкальной школе в Москве? Да. И даже родился в Москве? И даже родился. И приехал в Израиль из Москвы? Да. Здорово. Я все делал из Москвы. Молодец. Вот. Так вот, меня прихватили. Правда, это было офицером. Вот. Но все равно. Тем не менее, два года я там отрубил. Это было, значит, в Сибири. Это было на БАМе. Я командовал железнодорожным взводом. И я там, значит, пытался опять-таки что-то такое сочинять для гитары. И в какой-то момент, значит, какая-то у меня там, я не помню еще стихотворение, кого-то из Серебряного века. Музыка мне понравилась. Но вот мне понравился там размер музыки, который я сочинил. Он как бы не совсем совпадал с размером стихотворения. Музыку менять не хотелось. Стихотворение тем более нельзя. Есть такие люди, они буду называть, они очень уважаемые, совершенно замечательные композиторы, которые считают, что стихотворение можно немножко подкорректировать. Но я вот тогда считал, что это нельзя. До сих пор, кстати, считаем. Вот. И я подумал, музыку жалко портить. Стихотворение нельзя. Дай-ка попробуй что-нибудь сам. Но этого ты стихов не писал никогда. Нет. Даже поздравительных. Я был уверен, что это вообще не мое занятие. То есть, может быть, я был и прав тогда. Кто знает. Вот. Ну, во всяком случае, вот так началась эта эпопея. И на готовую музыку ты сочинил свои стихи и... И... Я не помню. Может быть, я эту песню так и не сочинил. Но, во всяком случае, сама вот эта революционная идея, что дай-ка я попробую, она засела в голове и... Сломался какой-то барьер. Ну, пошло. В общем, я... Честно говоря, я бы не стал сейчас петь то, что я тогда сочинял. Поскольку... Нет. Ну, ты тогда пел, очевидно, не просто выходил на БАМ и пел, а ты пел перед кем-то. Выходить на БАМ можно только выйти. На БАМ я вообще не пел ни перед кем. Я потом вернулся. Вот. У меня было там несколько, не знаю, может быть, десяток песен, которые... Я, значит, вернувшись, пообщался с моим двоюродным братом, которого эти два года не видел. И оказалось, что он в этом движении был. Короче говоря, он ходил на слеты КСП. Он меня немедленно туда потащил. И, в общем, подсел я, короче. И стал петь. Стал петь. Ну, вот давай для того, чтобы нам зрители поверили, что ты действительно умеешь петь и играть на гитаре, не обязательно из того репертуара, из старого, спой что-нибудь, вот, что тебе хочется, что ты считаешь визитной карточкой своей. А если ты затрудняешься, то я могу тебе дать наводку, что бы я хотел услышать. На наводку ты много ведь не дашь. Водка у нас недорога. Да. Ну, сам исполнишь. Да, на коньяк. Хорошо. Ну, исполню. Нет, если у тебя есть какой-то заказ... Нет, у меня есть заказ. Несколько лет назад на юбилейном вечере Бесседера ты вышел на сцену и спел, по моему мнению, ну, тогда меня, я уже знал тебя хорошо и знал твои песни, но песня, которую ты спел, меня поразила. Она состояла сплошь из аббревиатур. Это была находка необыкновенная. Я до этого не встречал такого. Ну, хорошо, я спою. Но это не визитная карточка. А, знаешь что, тогда хорошо, спой сейчас визитную карточку, а эту песню споешь. С визитной карточкой трудности. В общем, не всегда точно известно, что именно. Ну, я вот спою песню, которая, в каком-то смысле, пожалуй, да, может служить визитной карточкой. На Сиреневом бульваре, на весеннем, по последним донесеньям, в воскресенье состоится вознесенье, вне опасности деревья и дома. И собравшиеся граждане и семьи выражают опасения, что возможность непривычки, потрясения и отдельное сошествие с ума, и в толпе, что абсолютно нередеет, выдвигаются идеи, будто все это затея иудеев, чтоб морочить неокрепшие умы. Или выставка кондитерских изделий, или чей-то день рождения, или просто небольшое наваждение. На девятый день скончания зимы, вознесусь над Сиреневым бульваром, белым шаром, легким паром, серым в воздухе, пропитанным угаром. Укоризненно качая головой, вы отделаетесь легоньким ударом, то не кара, то подарок. Вознесение — это акт, который даром не проходит никогда ни для кого. Все забудется в положенные сроки, и восторги, и упреки. Сохранятся лишь загадочные строки в милицейский угодивший отчет. Да останутся туманные намеки до оморощенных пророков, о стенящих себя крестом широким и плюющие за левое плечо. А человечество гуляет по карнизу, кто-то выше, кто-то ниже, и свою экологическую нишу подметает каждый божий выходной. Чинит крышу, варит пищу, грабит ближних, дразнит рыжих, гонит пришлых и выдавливает лишних, будто прыщик с заболваненной поверхности земной. — Аплодисменты. — Ну я сам себе не буду. Можно? — Ну я надеюсь, что перед экранами своих телевизоров тебе по всякому ключи друзья поаплодируют. Миша, ты зарегистрировал свою связь с Бершевой, или Бершева зарегистрировала свою связь с тобой, опубликовав в недавно вышедшем нашем Бершевском южном альманахе твое имя. — Можно я уточню формулировку? Я вступил в связь с Бершевой. — Но под твоим именем идут не столбики стихотворные, а, как ни удивительно, проза и хорошая проза. — Спасибо. — Да. Ну, если бы была плохая, просто не напечатали бы, и тогда мы об этом не могли говорить. Откуда взялась проза? Конечно, не от того, что тебе хотелось на что-то писать музыку, а захотелось писать прозу. — Ты знаешь, я тоже могу задать тебе вопрос. Вот у тебя тоже. Ты вот вроде поэт, а откуда у меня твоя книжка прозы? У меня такое ощущение, что из той же головы. То есть там есть отделение для поэзии, а потом ты открыл филиал для прозы. Правильно? — Да. Да. Смотри, у нас мысли с тобой совершенно совпали. Я просто увидел твой пустой бокал. — Ну, конечно. — Да. — Спасибо. — Итак, любитель красного вина Михаил Волков, и не только красного. — В основном красного. — Да? Замечательно. Миша, ты сегодня впервые взял в руки эту книжку, но с собой ты привез другую книжку. — Да. — Расскажи об этой книжке. Тут и стихи, я понимаю, и прозы. — Эта книжка, вот я могу даже показать, называется «Квадраты на воде». Это, на самом деле, это всё, скажем так, на мой взгляд, лучшее из того, что может быть напечатано на бумаге, из того, что я сделал до некоторого времени, два года назад. — То есть, какой-то итог с самого начала до два года назад. — Да. У него довольно сложная структура, потому что приходилось думать, как объединить и рассказы прозаические, и миниатюры, и отдельные афоризмы, и стихи, и стихи к песням, и даже пьесу. Тут есть пьеса одна, юмористическая. — Ну, тут ты меня переклюнул, я пьес никогда не писал. — Вот я решил, что драматургом тоже буду. Вот. И поэтому тут достаточно сложная структура, пришлось очень повозиться, и надо сказать, что очень сильно мне помог в этом мой друг и издатель этой книжки Виталий Кабаков, который, в общем, очень плотно посидел над тем, как распределить этот материал. — Миша, о книжке можно говорить сколько угодно, но самое лучшее ее раскрыть и показать зрителям. — Да, на что мы способны. Вот я сейчас прочту отсюда такое… — Только не в сухую, пожалуйста, не в сухую. — В сухую ни за что. — Давай. Мы книжку ведь с тобой еще не обмывали. Я сегодня получил ее от тебя с дарственной надписью, но еще не обмыли. — Твою, кстати, тоже. Заодно обмываем вот эту или отдельно за нее. — За каждую книжку отдельно или за каждую главу? — Да, за каждую букву. Давай, вперед. — Как раз ты говорил о музыкальной семье, вообще мы говорили о музыке, поэтому я такую прочту, такая мини-пьеска. Скажем, диалог. Называется «Репетиция оркестра». Дирижер и оркестрант. Дирижер. — Стоп, стоп, никуда не годится. Музыки не слышу. Вот вы. Что вы там играете? Оркестрант. — Я? Дирижер. — Да, вы. Что вы играете? Оркестрант. — Как что? Бетховена. Какого клеш ему Бетховена? Людвига Ван. Дирижер. — Какого черта вы играете Бетховена, когда все играют Вагнера? Оркестрант. — Я не люблю Вагнера. Дирижер. — Причем тут любовь. Играйте и все. Оркестрант. — Лично мне Бетховен ближе. Дирижер. — Мало ли что. Сказано Вагнера, значит Вагнера. Оркестрант. Бетховен, между прочим, был гений. Дирижер. — Спасибо, не знал. Вы играть будете? Оркестрант. — На здоровье. А Вагнер антисемит. Дирижер. — Правда? Вот сволочь. Но велено играть. Любимый композитор Гитлера. Правда? Вот скотина. Но играть надо. По мнению Ницше, скрытый еврей. Правда? Вот мерзайц. Но играть придется. Оркестрант. И рожу у него. Дирижер. Действительно. Вот гад. Все, больше Вагнера не играем. Оркестрант. Хотя композитор, конечно, великий. Дирижер. Да. Но ведь сволочь. Оркестрант. Создатель новой немецкой оперы. Да. Но ведь скотина. Изобретатель оркестровой ямы. Да. Но мерзавец. Оркестрант. Плестящий музыкальный критик. Дирижер. Да. Но еврей. Оркестрант. Короче, если надо, могу сыграть. Дирижер. Но уже нет. Хрен ему собачий. Играем Бетховена. Оркестрант. Вообще-то я уже как-то на Вагнера настроился. Дирижер. А я сказал, играем Бетховена. К Элизе. А если кто пикнет, будем играть шнитке. Еще? Запросто. Хочешь, я такие маленькие посчитаю? Маленькие, они чем хороши, сюда можно остановиться. Вот такие вот самые короткие фразы. Крокодил, крокодю и буду крокодить. Или вот, например, болезнь такая. Клаустро-юдофобия. Это боязнь находиться с евреем в закрытом помещении. Или вот, например, ансамбль песни и пляски святого Витта. Или вот квалификация, которую я себе придумал. Черный пояс по КСП. Что такое КСП? Клуб самодельной песни. А-а-а. Ну ты и спросил. Да. Следователю удалось выяснить мотив преступления. Это оказался чижик-пыжик. Да. Скажи, пожалуйста, стихи и вот такие афоризмы. Ты сочиняешь на ходу, за рулем машины, в комнате. Тебе нужно уединение или тебе лучше работается на людях. Как ты работаешь? Что ты придумываешь раньше? Мелодию или стихи? Вот сразу на массу этих вопросов. Что раньше по-разному. Чтобы не пить за каждой огонь. По-разному. Иногда вместе. Лучше всего, когда вместе образуется музыкальная фраза со словами. Наиболее органично получается. Где и как ты сочиняешь? А-а-а. Вот эти афоризмы, фразы чаще всего, наверное, в разговоре с кем-то. Вот сегодня, пока мы с тобой ехали в студию, ты сочинил несколько афоризмов. Да, в разговоре с хорошим умным человеком. Спасибо. Давай за это. Это очень часто получается. Давай, чтобы это чаще у нас получалось. Иногда просто по теме. Вот это вот «Крокодил, крокодил, я буду крокодить». Это я снимался в одной передаче. Это где мы собирались ехать в «Крокодиле питомни» как раз там снимать. По ходу дела, значит, образовалась такая фраза. А иногда они выскакивают, честно говоря, какой-то вот поворот, какой-то завиточек мышления, и возникают интересные фразы. Мама, а правда у Христа было 12 остолопов? Или вот, я считаю, что это глубокая мысль. Сатир без юмора – это просто козел. Да, это замечательно. Ты мне это по телефону сказал, это было замечательно. Да, я тебе хвастался. Или вот, например, мысль такая. Тоже я не помню, с кем ты разговаривал? А, это я ее просто придумал во время интервью, которое… Вот у меня было в Америке гастроли, и там у меня интервью, и как раз эту мысль я сказал. От неграмотных тоже бывает польза. Один такой, например, изобрел письменность. Замечательно. Так, Миша, время идет, и мы можем остаться без аббревиатур. Да? Нет, это не дай бог. Вот, если хочешь, я тебе даже покажу, где этот текст. А ты можешь следить. Следить – это вообще не мое амплуа, но… Это вообще грустный мигрантский монолог, текст которого я сочинил в 92-м году. Не наслушался бы я BBC, не навиделся бы я CNN, Жил спокойно бы сейчас в СНГ, и закончил бы уже ПТУ, и работал бы себе в АХЧ, и в какой-нибудь вступил в ЖСК. Вечерами бы смотрел КВН, и ходил бы за отгул в ДНД, по субботам брал пивка за ДТТ. После драки попадал в КПЗ, все ж родное МВД с КГБ, это вам не ФБР, СРУ. Отслужил бы я свое ВВС, оттаскал бы пару лет АКМ, полечился бы до конца в ЛТП, от привычки потреблядь и ГЦМ. Но покинул я родной СНГ, и сижу теперь в таком ДРМ, сень-то мебель и кровать ДСП, Да и так, как оказалось, был, а ведь кто-то там купил GVC, А другие IBM с VGA разъезжают подалицы в БМВ, и работают по ДИВЛТД. Эх, достать бы на денек БТР, да принять для куражу ЛСД, я разнес бы все к таким ЕПН, Позавидую сама ООП, не спасут их ВТВ с ВМФ, слишком мой для них высок КПД, А БВГД ЕЖУ КАЛЭ, МНУ АПРСЭТЕ, ЭЛЮЯ, А пока что докурю я БТМ, Досчитаю пару глав из УК, завалюсь на ДСП, ЗПТ, и забудусь тяжким вздом в ТЧК. Замечательно. Да, у тебя там есть строчка, что уехал из СНГ, да? Ты после отъезда из СНГ бывал в СНГ? Да, бывал. Ты ездил туда с гитарой, выступал? Два раза я ездил туда, потому что я был в сборной КВН Израиля, и вот мы ездили играть туда со сборной СНГ. А два раза у меня там были концерты. Скажи, пожалуйста, изменился зритель с тех пор, как ты оттуда уехал? Ну, зритель, во-первых, во многом съехал. То есть ты его здесь встречаешь? Очень многого зрителя я встречаю здесь. А вообще, ты знаешь, это очень забавно. У меня, значит, был один концерт дома у одного моего товарища. Там? Да. И там пришла колоссальная толпа всех этих КСПшников, с которыми мы вместе ходили. Они еще привели, еще пришли новые, но, в принципе, там было просто вот куча тех же самых людей. И поэтому после двух отделений запланированных моих концертов состоялось третье, где они просили у меня петь те песни, которые я уже нигде никогда никому не пою, старые. Но для них это свой кусок жизни и ностальки, и прочее. Кроме поездок, вот ты сказал, что ты был в Америке, ты еще ездишь и где-то выступаешь, да? Нет, я вот в России и в Америке. Ну, в Канаде еще вместе с Америкой захватил. Съездил, да? Но это ведь твои выступления, это не источник твоего существования, да? Нет, какой там источник. Ты продолжаешь быть доктором технических наук и... Докторство мое никому здесь... Нет, я, во-первых, если уж техническая наука, то я кандидат. Доктор я в философии, это PHD называется. Ага. Вот. Я не доктор технических наук, понимаешь? Кандидатство мое здесь никого не волнует, а... Нет, волнуют, наверное, твои знания, которые ты приобрел. Прямо скажем, они никакого отношения к тому, чем я занимался, не имеют. Потому что здесь я занимаюсь программированием, системным анализом. И никаких железных дорог... Я, когда я сюда ехал, я уже подозревал, что одна железная дорога тут есть, а вторая, скорее всего, не понадобится. Поэтому я ехал, в общем-то, программировать. А откуда появилось программирование? Ну, это еще... Ну, во-первых, у меня была школа с математическим и программистским уклоном. Потом на работе, когда ты занимаешься какой-то даже самой псевдонаучно-технической какими-то исследованиями, без программирования это невозможно. Поэтому свои задачи я там решал на компьютере. Миша, к сожалению, наша передача приближается к концу. Прочти еще парочку ударных каких-нибудь афоризмов. А книжку дашь или как? А, я могу отсюда прочитать. Давай, да. Вот. Вот такая вещь. Основная проблема современной поп-музыки это синхронизация фонограммы с голограммой. Или вот такая... Это я хотел подарить своему другу, врачу. Табличка на двери врача. Лечитесь, а то умру. Или вот... Итак, во сколько и где мне быть у тебя в восемь? Это из тех, что уже после книжки. А это очень еврейский вопрос. Ну да. Враг занял город. Обещал с получки вернуть. Во всем мире солдатка означает жена солдата. И только в Израиле это самка солдата. Или вот... А через год у них родился сын, которого они в честь Александра Сергеевича Пушкина назвали Гришей. Или вот две, которые я считаю просто совершенно такие израильские. Не судите, да не судимы будете. Мне кажется, это надо на каждом банке повесить. И пиар костей не ломит. Да, хорошо. Да, давай. За что и выпьем? Ну что, Миша, спасибо. И тебе спасибо. И я очень хотел бы, чтобы эта передача закончилась какой-нибудь твоей старой, старой, известной и твоим почитателям там, и твоим друзьям здесь песней. Придумай такую. Старой, 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 старой. А не новый, новый? Ну, если тебе больше нравится новое, новое, давай новую, новую. Я могу и такую, и такую. Ты настроился? Да. Сейчас я попрощаюсь с нашими телезрителями. А потом они будут слушать, да? Я тебе благодарен за то, что ты приехал в Бершеву, за то, что ты был гостем нашей передачи, за то, что ты подарил мне книгу, за то, что нашим телезрителям ты подарил замечательных несколько минут. Нашим гостем был поэт, бард, композитор, исполнитель и просто хороший человек Михаил Волков. Передача «Семейный подряд» закончена. Следующая передача, я думаю, «Семья» будет в полном составе. А сейчас... Ваше слово, товарищ. Я все-таки восповедину из последних. Называется «Трояночка». Две гетеры за стеной Жалобно заныли, Кто из амуфры вино Вылокало не тыли. Третий год мы под стеной, «Трояночка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова